В истории европейской живописи тема времен года решается в очень широком диапазоне символического осмысления от образцов высокого символизма, как у Бройгеля в эпоху Возрождения, так и до совсем тривиального уровня. Это коробка шоколадных конфет, изготовленная совсем недавно в России. Называется «Четыре сезона» и все это разнесено по временам года. И вот на пересечении этих уровней, сугубо высоколобовой символистичности и тривиального, и оспаривая символизм в рамках низового поля культуры, реализовывал свою поэтику русский авангард. Я буду говорить о цикле Михаила Ларионова «Времена года». Цикл из четырех картин состоящих, он создан в 1912 году. Но сначала несколько общих соображений. Известно, это обсуждалось на предыдущих наших заседаниях, что в мифологической модели мира «Времена года» выступают как универсальная метафора, которая распространяет свои базовые отношения бинарные и с развернутыми суточными делениями, получается, тетрадная система, на жизненные циклы, такие как ночь, утро, день, вечер, как детство, молодость, зрелость и старость, соответственно. Но меньше обращалось внимания в научной литературе, что аналогичные проекции можно сделать и в отношении циклических смен художественных формаций и крупных идеологем историко-культурных, каждый из которых претерпевает момент зарождения, развития, увядания и, наконец, угасания. Однако в литературной практике такие примеры мы можем наблюдать. Например, у Дурылина он пишет «Не только снег тает, все тает, так и стаяла русская поэзия». Или у Розанова «Крестьянство не догорело и чадит, оно не коптит, оно тает от лучей какого же солнца». Тает, тает не от того, что дворники делают весну в городе, тает всюду, как задержать это таяние и так далее. Обратим внимание, что в такого рода метафорах ведущим мотивом оказывается весна. Это важно будет для нашего последующего размышления по поводу цикла Михаила Ларионова. А в эпохе, когда авторефлексия достигает очень высокого уровня, таких как авангард, такого рода метафорические осмысления становятся особенно существенными, потому что они осознаются, на том или ином уровне осознавания, формирования этих этапов новой поэтики происходит вот эти вот метафорические переносы времен годов на формирование художественной системы. Вот так произошло с временами года Ларионова. Он создан в эпоху весны авангарда. Это перенесение метафорической времен года на временные циклы человека. А вот это уже Ларионов. Этот цикл создан во время, когда только начинали формироваться принципы авангардной поэтики, то есть своего рода весны авангарда. И интересно, что в соответствии с закономерностями пограничных пространственно-временных зон, через которые проходила в это время становящаяся эта формация, проявился мифологический, мифопоэтический тип мышления, в котором явные символы сочетались со скрытой мифологией, в котором происходило колебательное движение между артикуляцией в пространственных категориях циклического и линейного времени, от циклического к линейному и наоборот, в которых происходило разрушение символистских штампов и оспаривание их, и вместе с тем проецирование унаследованной от символизма архетипической символики, архаической мифологии на собственные поиски. Таким примером колебательного движения между этими двумя полюсами и демонстрирует этот цикл времена года. Он состоит из четырех, как я уже сказала, картин. Это зима, все равно в каком порядке, потому что это время циклическое, весна, лето и осень. Мы потом рассмотрим их повнимательнее. Хочу сказать, что все эти полотна находятся в разных местах. Два полотна хранятся в Третьяковской галереи. Одно в частной коллекции, одно в Париже, в центре Помпиду. Этот цикл представляет собой кульминацию творчества Ларионова. И, естественно, он был неоднократно в фокусе внимания исследователей, искусствоведов. Однако искусствоведы обращали внимание, как правило, на один момент в этом цикле, а именно на кристаллизацию примитивистских принципов в творчестве Ларионова, на стилистическую связь с лубком, влиянием на искусство Ларионова вывески, гогена, восточного примитива, детского рисунка и так далее. Отмечался в таких замечательных исследованиях, как книга, монография о Ларионове Глеба Геннадьевича Поспелого и Ирины Вакар, отмечался эпатирующий характер изображений, соответствующий типу поведения ранних авангардистов. И особенно это было свойственно Ларионову, который и организовывал хэппининги, в нашем понимании, и раскрашивал лица, и устраивал разные скандальные акции, чтобы шокировать буржуазную публику. И сам характер изображений носит вот такой вот эпатирующий характер, потому что в эти изображения вводилась стилистика заборных, полупорнографических рисунков и надписей. Такая дурашливая смешная живопись выполняла роль художественного жеста. Это более-менее то, что известно об этом цикле. Между тем от Нюаня и исследователя, как мне представляется, ушел важный вопрос о том, почему Ларионов, этот живописец от Бога, живописец в смысле умения владения вот этой текучей живописной материей и не склонной к умозрительным схемам, почему он в данном случае обратился вот к такой вот дискретной структуре? Видите, каждое полотно разделено на четыре части, каждая часть посвящена определенной теме, о которой я еще буду говорить. Это действительно единственное произведение такого рода в творчестве Ларионова. И в какой-то степени, можно сказать, парадоксальным образом, оно предвосхищает даже черный квадрат Малевича по вот этому доминированию принципа дискретности. И в этом смысле интересно. Интересно в том смысле, что это такой своего рода изобразительный манифест раннего авангарда, который выражен невербально. Ларионов вообще не был склонен к автокомментариям, типа того, что предпринимал Кандинский или совсем по-другому Малевич, Филонов. А этот автокомментарий, так сказать, погружен целиком в живописную пространственную материю. И для него автокомментарий этот был очень важен именно в это время, потому что, как я уже сказала, это переходный не только для всего авангарда, но и в частности для творчества Ларионова «Этап». В это время происходит его отход от бубнового валета, бубновый валет, объединение, которое было ориентировано в какой-то мере еще на классическую живопись, и переход его к поэтике ослиного хвоста, которое же было гораздо более радикально по своей поэтике. И вот кристаллизация этого процесса в данной серии полотен и ее фиксация в кодах времен года, распределенных по разным уровням текста, мне кажется, представляется очень важной для того, чтобы правильно понять какой-то глубинный смысл этого произведения. Как я уже сказала, это четыре картины, которые складываются в нечто вроде пиктограммы и могут быть рассмотрены как единый текст, но этот текст требует дошифровки. Каждое полотно расчленено на геометрические части наподобие старинного народного календаря. Всякий календарь имеет, само-самое, разумеется, дискретную структуру, потому что он должен его назначение членить в год. На первом заседании шла речь о том, какая доминирует система, трехчленная или четырехчленная, в самых ранних календарях. Некоторые универсалии указывают на то, это календарь древнемексиканский, на то, что четырехчленная структура также была, так сказать, принята наряду с трехчленной и двучленной. Представленные циклы у Ларионова описывают сельскохозяйственные и жизненные периоды человека и записаны четырьмя разными кодами, которые повторяются на каждом из полотен небольшими вариантами. Наиболее крупное изображение, как вы видите, это женская фигура, угрубленная в примитивистском духе, с соответствующими атрибутами. Зима с велумом, с синим, весна с амурами, лето с серпом и осень с гроздьями винограда. Кроме этой женской фигуры, в каждом из квадратов имеет место мировое дерево, свадебное деревце и так далее. Нарративная композиция, в данном случае, внизу слева, и текст, о котором речь пойдет немножко ниже. И все эти признаки, присутствующие в каждом полотне, варьируются от одного полотна к другому таким образом, что возникает принцип дополнительного распределения. Скажем, если в одной композиции фигура слева сверху, то в другой композиции она справа, а в третьей композиции варьируется местоположение дерева. И все это складывается в единый комбинаторный узор взаимных соответствий. Именно на уровне этих пространственных соответствий и формируются временные категории. Используется традиционный набор изобразительных символов, таких как дерево, дева, птица, собака, виноградные лоза, и некоторые кошки, и некоторые другие, которые тоже, наряду с характером четырехчастного деления полотен, организованы по принципу дополнительного распределения. И выстраивается соответствие. Я хочу показать, что соответствие рифмовки внутренние выстраивается таким образом, что зима аналогично лету, а весна осени. Вот именно такие пары выстраиваются. Посмотрим на каждую из этих частей по отдельности. Да, вот что я хотела еще сказать, простите, забыла. Само-самое, разумеется, что в этих полотнах ларионов отходят от меметического принципа, такого, как в классической живописи или в более близкой ему живописи Гончаровой. Да, Гончаровой. Весна Гончаровой. Кстати говоря, Гончарова очень активно разрабатывала тему времен года тоже, но они не сложились в единую у нее такую вот программу. Отходит он от этих принципов еще и по условности цвета обозначения. Так, например, весна, вопреки классическому типу, цвета обозначения представлена не меметически, не зеленым или голубым, а желтым в соответствии с византийским принципом, таким концептуальным. И в этом совпадение с Чурлёнисом. Пожалуй, это единственный фрагмент моего доклада, в котором возникает соприкосновение с литовским материалом. Но мне кажется, что это очень значимо, потому что здесь и тот, и другой художник оперирует концептом, а не меметическими основаниями. Зима представлена красной, вопреки всегдашней синей, осень синей, что является оспариванием классической традиции. Сначала переходим к женскому персонажу, вот этой большой аллегории времен года, богини. Как известно, как я уже сказала, Ларионов очень ориентировался на лубок. И в лубковых календарях, в частности, представленном здесь, персонификации времен года женского рода. Мы видим в этих клеймах по углам изобразительного полотна. Эти девы по типу изображения, статичному, зима-лето, объединяются вот таким образом. Весна и осень. Весна и осень представлены виталистскими мотивами, свободными от статичных поз, которые зима и лето. И важен, собственно, акцент на примитиве, который отсылает и к Гогену, которым Ларионов очень увлекся во времена своего пребывания в Париже в начале века. Целая серия его венер, так называемых, обнаженной натуры, которые он представляет, ориентированная на Гогена и на примитив. Это примитив современный, хорватский, но я хочу сказать, что это такие универсалии в данном случае. На Гончарова, скифская баба. А вот это Венера Ларионова, Венера 11-12 года, Еврейская Венера 12-го года, Кацапская Венера 13-го года. И, наконец, такая полузаборная, называется Венера и Михаил. В котором мы видим переклички некоторых мотивов, в частности, летящие с письмом птицы с рассматриваемым циклом. Особенно важно автоцитирование в этом цикле. В серии, так называемой солдатской серии, у Ларионова представлено на заднем фоне вот этот рисунок, в котором мы узнаем эту женскую фигуру. И цитаты эти возникают и позже. Это Маня Курова. В них обнаруживается связь с архаической символикой, с такой архаической, неклассической мифологией. Например, вот такого рода. Это из книги Гимбутас, это неолитическая Венера верхнего неолита. А это и совсем древний образец Вене-де-Ло-Сель. Во Франции это верхний палеолит. И здесь интересно амонимия, переходящая в синонимию. Вот этот рог, который у палеолитической Венеры, он совпадает по форме с серком лета на картине Ларионова. И в данном случае функционально они тождественны, потому что обозначают здоровье. Обращение к архаической символике, к архаической традиции мы видим и в уподоблении вот этой вот справа внизу персонифигации нечто вроде Евы, фрески в Кносском дворце XV века до н.э. Микенская живопись. Как вы видите, почти тождественное изображение. А вот это увеличенный фоновый рисунок заборной Венеры, которая явилась источником автоцитирования Ларионова. И вот это автоцитирование показывает, что примитив стилизуется и показан двойственно, как сам по себе и как взгляд со стороны. Ведь время происходит остранение, ироническое такое взгляд со стороны. И этим ироническим модусом вводится субъектность повествования и линейное время. То есть вне времени и такая суперпространственность мифологической картины мира, заданной традиционным для календаря символами, разрушается принципом автоцитирования. Однако она сразу же восстанавливается в мотиве дерева, в мотиве мирового дерева. Здесь также по типу изображения и по семантике изобразительной объединяются зима-лето и весна и осень. И дерево связано у Эларионова с птицами как мифологическим классификатором верха, верха мирового дерева. И посредством этих связей птицы-дерево, птицы-дево возникает и оспаривается некоторые символистские клише, которые мы уже сейчас только что разбирали, в частности богиня-плодородие и первобытная богиня-ларионова вызывают ассоциации, прошу прощения, за некоторую вольность, может быть, вы не согласитесь, с дионисийско-мифологической лилит. В 2011 году у Гумилёва было стихотворение «Лилит», у лилит недоступных созвездий и венец, в её странах алмазные солнца цветут. Если мы вспомним, что в последующий период Ларионов в Париже очень дружат с Гумилёвым, то восстанавливается эта связь. Наверняка это стихотворение было в 2012 году Ларионову известно. То есть возникает постоянная ориентация на какие-то клише символистские или архаичные символистики и тут же их нарушение. Это колебательное движение. То же самое мы видим и в нарративных композициях. Нарративные композиции в зиме это линейное ритмическое ряд домов с голыми ёлками и одиноко бредущей собакой линейное разворачивание. Они также их можно композиционным принципом объединить как тождество весна осень по принципу геральдических и эротических композиции основанных на центральной осевой симметрии зеркальной и линейного разворачивания зима и лето. Таким образом мы опять же видим вот эту доминанту соответствий зима-лето одна пара и весна-осень другая. то есть эти нарративные композиции композиции дерева и девы утверждают дискретность полотен времен года что естественно достигает своей кульминации в тех фрагментах которые должны быть дискретными по определению а именно в его фрагментах текстовых. Многие мотивы которые представлены в этой композиции потом многократно Ларионовым использовались в других вещах в его футуристических книгах справа иллюстрации к Хлебникову в более поздних 20-х годах в иллюстрациях к поэме Блока 12 то есть каждый из компонентов изобразительных может служить таким элементом письменной речи как таким своеобразным письменным знаком это еще больше подчеркивает ориентацию на дискретное начало а тексты основаны на принципе произвольного деления слов при переносе на новую строку и декоративного чередования цвета букв относительно равномерного частичные рифмы как в лубке соответствуют частичности изобразительных рифм лубку соответствует и сам параллелизм изображения и слова однако этот параллелизм не полный например осень описана как блестящая и как золото в то время как она синего цвета в этом видно влияние футуристических книг и крученых напомню что статья о крученых слово как таковое появилась на следующий год и в этом манифесте писалось что чтобы писалось туго и читалось туго неудобнее смазанных сапог или грузовика в этом смысле вот эти балаганно-ярмарочные развеселые виталистские буквы Ларионова как нельзя более соответствовать этим принципам крученых таким образом дискретность времен года заканчиваю отменяют время время исторической традиции выдвигают на первый план смену времен года как членение текста паркселянс выдвигают на первое место принцип пространственности и вот тут только еще одну аналогию я хотела бы провести между этим циклом и картами известно что Ларионов коллекционировал карта был увлеченным коллекционером это еще один источник его примитива а карты как известно карточная игра были широко распространены в авангарде мотивом здесь все совпадает с многие вещи совпадают с членениями времен года и симметрия сдвига и центральная зеркальная симметрия и четырехчастное деление и так далее но самое интересное что на мой взгляд что в картах реализуется вот это оспаривание так сказать оспаривание языка речью то есть оспаривание принципа инвариантной основы принципом линейного времени рока непредсказуемости которая проведена последовательно и в его вот этом цикле ну кроме того масти-карт соответствует народной картине мира временам года и в этом смысле бубновый валет это символ весны и желтая масть итог мой таков что вот это акцент распределения по признакам зима лето весна осень в нем акцентируется именно весна и осень весне принадлежит ведущая роль она усилена усилена она усилена многократным повторением мирового дерева в ее композиции и усилена тем что ларионов не раз возвращался к этому мотиву и позднее весна 12-го года это уже весна более позднего более позднего времени и таким образом можно сказать что этот цикл является автомета описанием раннего авангарда в котором символика переходного состояния акцентирована повышенным вниманием к весне и осень в этом смысле цикл хотя и равномерен по распределению признаков по полотнам вместе с тем он обладает некоторой доминантой доминанта приходится на переходное состояние на весну и осень и в этом проявляется автомета описание принцип автомета описания последовательно проведенный в кодировке через времена года спасибо вы знаете сейчас не скажу я знаю что весне соответствует желтый цвет как известно это важный вопрос я просто сейчас точно не помню мне было важно то что явное соответствие с бубновым валетом с желтой мастью как известно именно Ларионов ведь придумал название бубновый валет для него это было очень существенно и в этой вовсе так сказать в этой четверке ему было важно выделить именно желтая весну бубновый валет как нечто эпатирующее там и так далее есть целый ряд так сказать прочтений семантики это название ну это уж так сложилось в народной картине мира но 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 важно что существует вот эта ориентация а как вам кажется почему я не думаю что есть припорное соотношение с конкретным сезоном зима весна осень там немножечко другого отделения слишком много за это время хорошо спасибо скажите пожалуйста а как Ларионов есть ли какие-то указания как мыслил эти картины скажем представляют на выставке то есть как цикл они неразредно связаны это 4 элемента позиции или же все-таки каждая отдельная мыслилась как законченная краска ну и так и так ну конечно последовательная разработка вот эта комбинаторика вся взаимных соответствий принцип вот этого дополнительного распределения разнесенные на на 4 полотна указывает на то что это мыслилось как нечто целостное то есть сознание художника это было целостное но сейчас они по всему миру разбрелись поэтому они рассматриваются отдельно и мне кажется что вот некоторая уязвимость позиции искусствоведов которые анализируют только с точки зрения примитива стиля и в этом плане все полотна оказываются равными они рассматривают это как комплекс вот в этом уязвимость так сказать и проявляется в той степени в какой весь ранний авангард был связан с футуристической книгой с категорией рукописьма в составе живописного целого как жеста как сознательного выбора в этом плане да наверное связано но современная визуальная поэзия мне кажется представляет собой что-то совершенно такое мертворожденное по сравнению с тем что было в раннем авангарде в этом плане